Карине 3 года. В этом возрасте она могла бы уже не только подпевать в такт музыкальным игрушкам, но и танцевать или хотя бы довольно уверенно ходить. Но девочка не может даже стоять или сидеть, не может говорить, не может видеть. О том, что с ребенком что-то не так, стало понятно только в 4 месяца. Небольшие подергивания вдруг переросли в страшные судороги. Девочка оказалась в реанимации. О том, что было дальше, мама Карины вспоминает как страшный сон, который, к сожалению, продолжается до сих пор. Переживая за дочь, Ольга Филиппова заболела сама, практически потеряла голос. Врачи запретили ей разговаривать, но свою историю она не может не рассказать. Прошли целиком обследование и диагноз подтвердился, что у нас крайний синостоз. Это возвращение швов ранее, возвращение всех швов черепа. То есть если швы вообще должны, я не знаю, до 75 лет все швы черепа зарастают, а у нее уже все заросит. То есть голова, нету роста абсолютно никакого. Мозг растет, а голова ее вот как в панцире держит и начинает отмирание клеток. Этот страшный диагноз маленькой Карине поставили совсем недавно. Болезнь очень редкая, ее довольно сложно идентифицировать. Из-за того, что череп не растет, медленно умирает мозг и постепенно атрофируется зрительный нерв. Уже сейчас девочка может видеть только свет. Не ориентируясь в пространстве, Карина очень боится оставаться одна. Ольге Филипповой пришлось оставить работу, чтобы всегда быть рядом с дочерью. И она не может боиться одна находиться. И надо постоянно быть с ней. Если она лежит, буквально на меня плакается, она будет плакать. Поэтому постоянно у нас должны быть няньки какие-то рядышком, да? Карина практически не спит по ночам. Страшные эпилептические приступы иногда не удается снять даже врачам. У нее постоянно рвота по ночам. Это опять же из-за внутричерепного давления. Но она мучается ужасно смотреть на эти мучения, просто что творится по ночам. Она вообще ночью у нас не спит. И вот она плачет. И прямо видно, что она бывает хочет спать. И вот так слезки прямо падает. И она смотрит. И вот так вот плачет. Вот просто ужасно, смотрите. Я вот... Ну что, все, что я могу, это держать ее на руках, качать. Я ничем помочь ей не могу. По словам врачей, если не сделать трепанацию черепа, здоровье Карина с каждым днем будет только ухудшаться. Такую операцию готовы провести в Петербурге, в детской городской больнице номер 5. Хирурги разделят преждевременно сросшиеся швы и воссоздадут форму головы с помощью специальных биорезорбируемых пластин. Со временем их заменит костная ткань. Материал, о котором речь идет о биорезорбируемых пластинах для фиксации, они используются для того, чтобы не делать второй операции. То есть, если мы используем какие-то другие металлические вещи, их потом надо удалить. Но стоят эти биорезорбируемые пластины почти 120 тысяч рублей. Ольга растит дочь одна, и у нее нет таких денег. Мама девочки просит помочь всех, у кого есть такая возможность спасти ребенка. У Карины есть все шансы практически полностью восстановиться. А пока весь ее мир – это крошечная комнатка в панельном доме и звуки любимых мелодий. У меня есть любимый брат, а он не такой, как все. Он очень странный, говорят, беспомощный совсем. Оксана Черных, Максим Смирнов, Ольга Потапенко, Вести Петербург. Чтобы помочь Карине, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций для малышей. На сайте нашей телекомпании, на сайте Русфонда, все адреса сейчас на экране, можно узнать о том, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. Продолжение следует...